здравствуйте дорогие друзья начнем из конца вчерашнего дня у нас прошел сильный залповый ливень и витязева утонула сейчас вы наблюдаете то что происходило на парали уже после ливня затопило конкретно просто это уже чуть-чуть вода даже спала люди бедные кто были застегнуты в расплог плыли по этим лужам лужи к сожалению с фекальными вещами перемешанные вся информация была онлайн нашим телеграм-канале на которой вас призываю подписаться ну и группа вконтакте тоже вещала во все поэтому добавляйтесь везде и будете в курсе всех событий сейчас я вам предлагаю посмотреть как это все происходило как начиналось потому что я был в гуще всех этих событий у меня было фотосессия а потом мы с вами отправимся прогуляться по набережной на по и сходим в море на рыбалку и купание чистое открытое море и прекрасно я думаю не оставить никого равнодушным и приятного просмотра жду вас в комментариях смотрите что происходит такой шквал пришел прям сильный ветер тенецкий проспект это пляж проход кавказ ребята ветки падают надо отсюда быстрее проезжать ломает деревья настолько жуткий ливень пошел с ветром сильным причем знаете что прогнозов написано 0 2 миллиметра она по сейчас уплывет я не знаю правда в анапе есть но вот видите было сто процентно погодная аномалия случилась град пошел офигеть еще града нам не хватало рада я прям очень сильно боюсь потому что мне один раз машину побила градом ну там был прям резкий такой примерно такой же как сейчас наход ветра и город так долбил причем был с куриное яйцо и все машины ведь изела тогда побила и выйти было невозможно потому что что ты выйдешь что сделаешь там ухты прям смотрите какие прилетают градины разбиваются от стекла ох мы походу выехали с этой аномалии смотрите в анапе походу этого и нету даже люди не узнают даже если джиматы уже прекратилось включился светофор из-за порыва ветра ли тут что-то сверкнуло я просто видел все люди побежали через пионерский проспект жесть конечно тут только-только все начинается я еду из такой вот его жуткой жутью что-то здесь после клима происходило избиение туристов или как аниматором которые говорят здесь начинается это тема там сухо на заправку заезжала здесь вот пошла линия дождя и туда давить его вплоть до града ребятки смотрите что что происходит чем вот это гостевой проезд я туда не поеду ребят со всех вот этих участков стекает вода и все ну куда сейчас гостевой тонет люди бедные с моря идут жуткая картина ливневые системы здесь не были так реализованы присылайте в общем видео подтопление степени если вы находится здесь пешеходный переход который даже не видно слой воды такой что просто пп вся дорога утонула вот это да интересно там 7 не сошла еще верхняя дорога чем вот и точнее верхняя река это тут нам поливала запчел вы представляете вроде бы впереди вот он конец этого посолять вот на краю прям вот виси вот чуть-чуть году дачи продуло это бы повезло там уже я смотрю сухо ничего не поливает очень молния это тоже вправо гастрогается эти хатки гремит просто как будто а то стреляет вот такой если даже представить ему поперку жуткая пробка это район пятерочки новый дорога уже мимо жека кавказ объездная джима т и тут просто все вроде бы отсюда бы за забор вода могла уходить и стекать туда раньше в об одной каналу сейчас ведь и стоков не сделано канал заглушен засушен просто море ребята много еще новостройки тут раньше поля впитывали теперь там все в асфальт закатали тут какой-то внутри от был я впервые вижу здесь это озеро такого раньше не было прям по честному говорю бедный мужик бывает вроде бы можно едем там где кончается все посмотрите какая красота ребятки смотрите какие потоки вот теперь поразвещали строительство подплываем уже к кавказ просто смотрите что происходит оттуда все течет рекой уже к кавказ туда дальше на пионерский проспект что стройки тут колоссальнейший просто тотальная застройка участков и ни одной ливневой трубы в одной канал который в принципе есть теперь все эти потоки которые не впитываются в землю потому что она застроена стекают вот так вот реками сюда ни один силевой уже потом приехал просто не получалось камерой заснять ну вот еще одна уже но это честно уже много лет проблеме заплываем видите зима это просто до феерично ведь зел тут тоже ребятки довольно таки неплохо залило причем очень резко и быстро растут вниз спускался к вертлюону там как всегда через дворы вода пошла и беда в общем вот ветеринка вдоль бордюра 3d пробка из-за того что там где начинается теперь нынешний бывший памбарин на нынешняя зиму это надо уезжать отсюда дальше отдыхающий босичком раздевшись уже от них трусах так можно сказать что будет в улице выйти сделал потому что вода просто везде не один такой там тоже люди по лужам ползут можно увидеть сколько здесь воды это улица лазурная поток стекающих после то что улица короткая восточное пересечение тут тоже прям водички на собиралась так ребятки это мы выплываем на черноморскую там окольными путями потому что везде пробки смотрите везде стоит вода здесь тоже у нас водички не кис это причем вверх видите зила на паралита вообще жуткая жуть не одно видео прислали если у кого-то есть кто там был в это время тоже присылайте пожалуйста то есть прям такой резкий залповый ливень давно таких не было воды прилетела очень много происходит машины просто плывут это не витязева улица как будто просто на парике надо брать гондолы и плыть вода от бордюра до бордюра будем надеяться что больше не будет хотя прогнозах дожди еще имеется видите выезжаем на бугород нормально следующее опять выемка 5 года некуда деваться и строят закатывать ливневой системы не предусматривают добрый день дорогие друзья меня зовут юрий озаровский и с нами всем привет максим сегодня есть хорошую новость о том что полиция задержала всех участников драки которая происходила в джемоте возле клима а также у нас сегодня вечером произошла какая-то непонятная ситуация в поселке витязева возле китайки тоже кого-то избили напали что-то вот под конец сезона начался какой-то треш надеюсь что все будет хорошо у наших других отдыхающих в дальнейшем и больше таких ситуаций происходить не будет но сегодня мы с максимом пойдем с вами прогуляемся на яхте в море половину рыбку искупаемся но кто хочет повторить звоните номер видите на экране также подписывайтесь на наши группы по экскурсиям в телеграме и вконтакте будем за это от души благодарны и теперь хорошая новость еще самый интересный катер нашего анапского побережья лукер тоже обращайтесь там с прозрачным дном можно посмотреть что там происходит в глубинах черного моря мы находимся уже на яхте и сейчас потихонечку из анапской бухты выходим в открытое море сегодня температура водички 27 градусов температура воздуха у нас 30 32 в зависимости от того приходят небольшие порывы ветра или нет волнение в море практически нулевое и это прекрасное состояние вот для того чтобы поймать большую черноморскую рыбу надеюсь у нас удастся давайте познакомимся меня зовут юрий озаровский с нами роман капитан гонарияхты и всем привет не хочешь представляться максим его зовут и еще главный спереди у нас сидит его зовут артур надеюсь что рыбалка удастся ну по крайней мере уже виды вокруг меня очень сильно радует ну так и хочется еще наверное в море занырнуть и скупнуться в чистой водичке хотя вот реше вчера получил массу удовольствие давайте посмотрим друзья как выглядит город анапа здесь у нас причалы задача золотая бухта пляж единственный платный и мол чуть-чуть выходим под углом уже в море находится много разных судов артур поступил важный звонок медузы кстати встречаются сзади какие большие корни роты и здесь у нас все побережье выглядит вот так вот невероятно красиво сейчас мы найдем местечко где клюет и будем уже там охотиться на свою добычу здесь мы уже вышли из бухты можно немножечко перевоплотиться переодеться какие виды вокруг меня друзьям просто фантастика как я люблю море особенно смотреть на свой любимый город смотрим это вообще дорогого стоит счет где есть облачки то есть такие более 3d-шная картинка это вообще прекрасно по двойне мы вышли на точку где тут видите сосредоточены все суда где должно клювать у нас сейчас будем готовиться к рыбной ловли очень надеюсь что у нас все получится водичка просто фантастика друзья мои помимо рыбалки можно искупаться в море сейчас капитан у нас готовит круг спасательный снизу там лестнику спускаемся с яхты и можно даже понавидеть здесь у нас тучки разошлись над нами небольшой ветерок тут волнишка где-то чуть-чуть чуть-чуть присутствует и нас легко покачивает мы готовимся сейчас как раз таки закидывать первые удочки один баркас у нас уже отловился по времени и пошел туда в бухту но еще при этом три большие и мы четвертый остаемся и там у нас в море какой-то катер быстроходно идет какие бескрайние просто просторы нашего морщика это морская рыбалка посмотрите внимательно здесь есть катушка со стопором грузила ручка которой мы поднимаем леску ограничитель чтобы у нас здесь вот не попадала не уходила как бы лес то есть высоко поднимать вот эту штуку не есть основные два правила первое грузило всегда должно быть в руке натянута если вы начнете поднимать то есть леска будет ослабляться крючок за что-нибудь зацепиться будет неприятно и больно само удилище вертикально всего держит ручка это центр тяжести здесь нужно будет вот таким вот образом держаться план действий у нас какой опускаем плавно снимаем со стопора и пока леску нас полностью не перестанет разматываться пока грузила не достанет дна вы просто держим руки дальше мы стопорим кольцо и делаем несколько оборотов желательно 34 ну от того чтобы поднять грузила от 1 потому что здесь каменистое дно и грузила может зацепиться за дно и таким образом можем играть носиком подыгрывая рыбе либо просто натяг и удержать как только начнет поклевка вы это почувствуете подражению лески подсекаем и выкручиваем соответственно понимаем рыб ловить мы будем на креветку все остальные изощренные способы не работают рыба любит естественную пищу среди обитания поэтому сейчас я вам покажу как насаживать креветку как мы будем ловить на креветка отламываем хвостик потому что рыба у нас не супер гигантский размер вот это хвостик насаживаем на крючок как червяка посмотреть внимательно то есть вот сюда за брюшка вот сюда вот и вот так вот и и бубликом крючок должен быть спрятан и плотно креветка сидит достаточно одной креветки на один крючок вот опускаем ловить мы будем хищную рыбу хищная рыба всегда при донных слоях то есть на глубине поэтому опустили на дно и подняли несколько оборотов и ждем поклевки это же не промышленного мы же тут не сетями это чисто любительская рыбалка правильно это удовольствие да это морской дракон максим только не трогай его руками максим первый у нас обрыгался и поймал морского дракона то есть самая опасная рыба черного моря чтобы понимали она ядовитая вот у нее сверху шип он колется то есть в принципе употреблять еду можно но лучше и аккуратно чтобы не повредить себя руки не уколоться потому что будет опухоль и может быть даже до смертельного исхода так что максим вот этот из полгода называется мы сейчас будем пытаться снять его чтобы никто не пострадал капитан ведь специальный зажим и надо его ликвидировать вас смотрите вот он шип вытащил сразу же свой этот большой очень покажи его вот он дракончик сам небольшой вы такой красивый сразу хочется схватить как раз руками снимать как вы привыкли рыбу а тут бац и все на него можно наступить на берегу и можно на берегу наступить будьте аккуратны пока проверяйте чаще креветочку если вдруг ее уже покусали то надо ее обязательно менять потому что если крючок видно рыба особо не клюет закидываем еще раз первая рыбка есть не важно что это был морской дракон главное что клюет черноморское поверье кто поймал морского дракона тут обязательно в этом году женится или выйди замуж шутка фольклор жене привет максима то есть если не клюет настолько хорошо что даже особо играть не приходится вот только что поклёвочка была и здесь просто вот сидим на течении леска сама там играет если вдруг клевый то надо резко вверх подсекать и вытаскивать пустые крючочки достаем рыбка съела мы успели подсечь максим тоже пропустил момент как дернула и чуть клетка сползла надо поправлять появится дельфин смотрите значит он сюда пришел на эту баночку покормиться на пускай максим очередная поклёвка то что вы понимали максимумов рыбак и оператор и что в этот раз у нас пока нет смотри у а карасик поближе давай сюда максим 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 ты вот эта красота ведь какой то есть можно два вида рыбы увидели которые здесь водятся тут его пролетает банан за ним яхта заходит в бухту тоже ребята на рыбалочку пришли максим поймал теперь камень такое тоже бывает максим у нас наловил рыбы и теперь речи готов отправиться в морские пучины раз два три давай если чё на удочку да да кайфы ребятки просто солнышко светит море полное молочко ветра практически нету ну что как там море ну передавай рыбки привет от нас итак друзья смертельный номер главное во время него не подскользнуться не зацепиться не убиться и так сельфины я иду к вам это фантастика ну давай вторая бомбочка пошла за маг смотрю тебя ноги скользкие это круче рыбам лучшее что может быть это конечно же купание в открытом море друзья собственно чем мы тут вовсю и занимаемся максим там нашел себе подружку медузу пойдемте познакомимся эти что есть гуг спасательный но в таком море особо и спасать не надо так так ну так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем Анапа, набережная второго яруса... Поднялся специально прогуляться... Посмотрите, как тут обстановочка... Люди еще есть... Пляжики, кстати, подзабиты... И отсюда открывается шикарный вид... На море... Там все очень-очень-очень красиво смотрится... Анапа наша прекрасная и классная... Здесь дети по парусам лазят... Просто бегают... Работает фонтан жемчужный... С той стороны я иду на свой любимый угол... Чтобы посмотреть на то, как выглядят... Центральные пляжи города Анапы... Сколько там сейчас людей... Это меня очень сильно интересует... Ну, по крайней мере, тут в тенечках... Прячется их много... Ну, вот он вид... Очень шикарные облака... И город Курорт Анапы... Манящий... Давайте поближе посмотрим, как выглядят все пляжи... 4 августа... Перевернули календарь... Центральный пляж города Курорта Анапы... Сегодня мы можем отметить... Что людей в правой части его... Не так уж и много... Где лечебный пляж... Мотылек, но туда дальше... Людей становится прям гораздо больше... Отдыхающих... Это приятно, что еще столько людей... Детей находится у нас... Правда, вопрос большой... Кто же все-таки в школу пойдет... Ну, я думаю, что... Они об этом сейчас не думают... Занимая места на центральном пляже... И получая удовольствие от солнышка... Море 27 градусов... Воздух 32-33... Поэтому... Я за всех абсолютно рад... Что эти люди сейчас здесь находятся... И получают эти эмоции... Собственно, мы всем пожелаем... Хорошего... Это центральный пляж... Вообще... Муравейник... Не так, ребятки... И проводим камеру дальше... Здесь начинается... Проблема с людьми на берегу... Их там нету... И потому что... Черное море... Вот те, кто говорят, что этого не существует... Но вот... Там оно находится... В море людей... Тоже как в Китае... Потому что водичка... Чем дальше от берега... Тем чище... Переводим камеру дальше... И видим побережье... Уже за пирсом... В сторону речки... Анапки... Ну вот... Как помните... Я тоже показывал... Пляжи были немножко загрязнены... Поэтому людей немного... Вдоль берега... И... Если вот туда дальше... Переводим уже до самой реки... Анапки... То там люди появляются... Там значит... Море будет почище... Это уже пляж... В районе Премьера... И... Туда в сторону восхода... Тоже видите... За счет того, что там... Пансионаты не сильно заполнены... Людей на берегу... Становится не так уж и много... Ну и побережье... Вплоть до Джуматы... Выглядит... Очень привлекательным... Безлюдным... И классным... То есть... Центровые места... Все заняты... Но и очень много... Свободных сейчас мест... Это... Пляжи в районе... Болевестника... Дальше у нас... Пляжики уже... К Джуматы... Подходят... Ну и собственно... До района Пирса... Мы можем их все... Наблюдать... Эровского... Куда собственно и подвели... Камеру... Но сейчас мы пойдем... В Старик Кенкалыч... Перекусим... С Максимом Кенкать... Потому что... После водных процедур... Катаний... Конечно... Всегда хочется... Поесть... Шло... На календаре... У нас... Конечно... 4 сентября... Но по факту... Это... Уже... 35 августа... Дорогие друзья... Жаришка... Продолжается... Прогуливаться... По этим местам... Одно удовольствие... Идешь... Влево... Вправо... Скамеечки... Мусорки... Здесь все чисто... Чинно... Благородно... Вот... Так выглядит... Вся Анапа... Приневский проспект... Тогда нас... Туристов... Обой не будет... Согласитесь... Дорогие мои... Вот мы походили по морю... Искупались... Половили рыбки... Посмотрели... Дельфинов... Теперь давайте съездим... Перекусим... Как я вам сказал... Заведение называется... Старик Кинокалыч... Везет нас... Максим... Поехали... Здесь мы возле сквера... Начинаем движение... Я что-то подумал... Давайте вас немножко прокатим... По городу Анапе... Посмотрим... Как он выглядит... Потому что... Давно мы этого не делали... Улица Пушкина... Поворачиваем... С левой стороны... У нас здесь... Девуч находится... С правой стороны... Парк Победы... Называется... У нас там... Вечный Огонь расположен... Зелененькая... Уютная... Классная... Анапа... Вот такую бы хотелось видеть... Везде... Никак сейчас застраивают... Все под ноль... Никаких проспектов... Хотя здесь... Видите... Тоже проблемные места... Нет парковочных... Местодостатки... Ну тут ходит... Общественный транспорт... Может сюда приехать... По прямой мы... Если выйдем... То упремся... Пансионат... Малая бухта... И там можно... Выйти на пляж... Высокий берег... Либо на пляж... Малая бухта... Здесь лечебный корпус... Девуча находится... Ну... Сейчас мы повернули... На улицу... Черноморскую... И по ней... Будем двигаться... Уже туда... В сторону микрорайона... Хотя... До конца не доедем по ней... Но все равно... С левой стороны... Осьминожка... Аквапарк... Детский такой... Небольшой... А там дальше... Надежда... Находится... С правой стороны... У нас гимназия... Росток... Которая называется... Вот такая... Анапа... Мне запомнилось... С детства... Вот эти вот... Все огромные... Человельники... Такая небольшая... Но потом... Начали сносить... Человельниками... Застраивать... И вот такие вот... Появились у нас... На крепостной ЖК... Находится... И улица... Собственно... Одноименная... Впереди... И сквер Кудовича... У нас... Здесь... Классно... Приехав по Анапу... Прогуливаться... Отдыхая... Где-то в частном секторе... Ну... Либо снимая... Даже там... Квартиры... Таких... ЖК... Здесь... Потому что рядышком... Сквер... Вся инфраструктура... Единственное... Вот в трусах... Не гуляйте по городу... Не выйти как этот парень... Сквер у нас... Идет от улицы... Ленина... С той стороны... Ленина... Находится... Сквер... Воинской славы города... Курорта... Она... Города... В правую сторону... У нас... Можно прогуляться... До... Маяка... По скверу Кудовича... Здесь происходит... Какое-то построение... Я думаю... Это с... Сельхозтехникума... Потому что... Учеба уже началась... И... Детки приступили... К получению знаний... Дай Бог... И всем это... Хорошая... Учеба... Посмотрите... Какие здесь здания расположены... Двухэтажные... Максимум... Хотя нет... С советских времен... Девятиэтажка... С левой стороны... Это улица... У нас... Терская... Пересекаем... Дальше... По Черноморску... Уже двигаемся... К одной из главных... Артерий... Которая зовется... Крымская... Она начинается у нас... От... Больницы... Ну... Там еще за больницей... Пару кварталов есть... Но вообще... В принципе... Можно сказать... Отсюда... Основной артерий... Потому что... Там-то... Она... Не соединяется с ней... Здесь... Городская больница... Кириллический... Комплекс... Ну... Туда пошла... Крымская улица... В левую сторону... Город Анапа... В этом месте... Становится... Более... Таким... Современным... Что ли... Потому что... Здесь... Частный сектор... Старый... Угловой дом... Здесь... На... Улице... Большая редкость... В основном... Все уже перестроено... Гостиницами... Там... Ну... Или... Большими... Комплексами... Ну... Еще... Они есть... А раньше... Помню... В моем детстве... Дождались... Включения... Зеленого света... И... Продолжаем дальше... Движение... Город... Эта улица... У нас была... Шевченко... Следующая... Самбурова... Ну... Дальше... Улицы... Честно... Плохо... Пытал... Ну... Как раньше... Знал... Прямо... Сейчас... Это... Тяжело... Шевченко... Самбурова... Односторонние... Здесь... Упремся... Если будем ехать... Там... Придется... Либо... Вниз... Спускаться... До Астраханская... Даже... Будет проще... Потому что... Мы подъедем... Как раз... Таким... Старику... Хинка... Лучше... Сделать... Ну... Такой... Финтушами... Да... Максиму... Рассказываю... Куда я его поворачиваюсь... Чтобы он понимал... Движение... Это... У нас... Гоголя... Улица... В Анапе... Такое ощущение... Как будто знаки... Для красоты... Стоят... Я прям... Удивляюсь... Когда приехал... Потом... В другое место... Ты где-нибудь... Как запаркуешься... То есть... В Анапе... Ты все нормально стоял... А там... Теба... За пять минут... Машины... Такая... Привычка... Двурятская в городе... Выработана... Потому что нет парковок... Нет мест для парковки... У нас город... Не готов к этому... Доезжаем... Мы сейчас... До улицы Ленина... Она односторонняя... Из микрорайонов... Идет именно туда... К морпорту... Города... Корорт Анап... Откуда мы сегодня с вами... И двигаемся... Нам нравится очень... Зеленое пространство... Потому что... Высажены деревья... Ну и частный сектор... Мы с вами... Такое... Обглядываем... Кстати... Двигаемся мы по улице... Трудящихся... Нам... Как бы... Долго приходится постоять... Ну... Тем не менее... Такую Анапу... Многие помнят... Что она была вся... И везде такая... Зеленая... Тенек... Везде... Просторные улицы... И хотелось... Чтобы она такая... Оставалась... Здесь едешь... На резку этих домов... Смотришь... Прям... Расстояние классное... Места много... Подозеленение выделено... Настоящий... Классный городок... Ну... Или деревенька... А как сейчас строят... Что прям... По асфальту... Даже не машину нигде поставить... Там... Не дерево посадить... Потому что... Все стоит... Большинных денег... Мы поворачиваем направо... И... Здесь уже... Улица Астраханская... Можно было... Сразу на нее... Выехать... Допустим... По Черноморской... По Крымской... Спуститься... Ну... Такой вариант... Тоже имеет место быть... И вот впереди... ЖК... Точечная застройка... Города Анапы... Там... Вылезает... Раньше это были... Промышленные... Зоны... Здесь у нас находился... Молзавод... Хлебзавод... ЖБИ... По-моему... Не могу ошибаться... Насчет ЖБИ... Так... Здесь расположена... Пожарная часть... Сейчас... Представляете... Сколько построено... Квадратных метров... Жили в квартире... У каждого есть машины... Куда их парковать... Поэтому... Город превращает... Слые улицы... Хотя... Могло быть движение... Более сквозным... И простым... Направо у нас... Пошла... Некрасово... И Толстово... Улица... Особенно Толстово... Такая... Промышленная... Считается... Многие... Разных... Магазинов... Промтоваров... Поэтому... Тоже... Постепенно... Потому что... Выгоднее... Один раз... Получить прибыль... Чем... Постоянно... На аренде... Ее... Зарабатывать... У нас... Куда-то... Полиция... Спешит... В чем-то... Патрульно... Постовая служба... Блин... Нудай бог... Что-то... Конечно... Случилось... Прям... Давно... Не видел... Что ППС-то... Катались... По городу... Подъезжаем... К улице... Лермонтова... Если не ошибаюсь... То есть... С левой стороны... Пятачок... Находится... И Южный Рынок... А Московский... Белийский государственный... Университет... В ту сторону... У нас... К микрорайоночку... Можно проехать... Ну... Здесь Пятачок... Раньше... Все автобусы здесь... Собирались... Тут много разных... Фуд-точек... Направо... У нас... Улица... Промышленная... Здесь... Нас... Продают... Очень много товаров... Разных... Именно... Продуктовых... Часто сюда... За продуктами приезжаем... Ну... И промышленные товары... Тоже присутствуют... Тут... Астраханская... В районе... Астраханская... Стоп... Переработана... Появился... Медицинский центр... Альфа Китс... Дальше... У нас... Вот... Здесь еще... Поворотики есть... На Владимирской улице... Можно по нему... Выехать... И... Вот так... Вот... У нас... Перестраивается... С одного ряда... В другую... В общем... Тут... Выдерживать... Не ругаться... На этих людей... Раньше... С правой стороны... Было... Чисто хлебзавод... И большая территория... Впереди... Сейчас здесь тоже... Все застроили... Магнитами... Магнит-косметиками... Впереди... У нас появился... Табрис... Тоже... На второй год... Существует... У нас... И с левой стороны... Территория... Или район... Красной площади... Называют ее... С левой стороны... У нас... Находится... Детский садик... Все-таки... Проскочили мы... Табрис... На сутофоре... Долго стояли... Ну... С левой стороны... Красная площадь... Вот здесь... За заправкой... Мы поворачиваем направо... И... Заезжать будем уже... Старик Хинкалыч... Можно было сходить... И на... Улицу Корького... Туда... Ну... И здесь... Парковочка удобная... По крайней мере... Мне это место... Прямо очень нравится... Должен... На этот... Я когда-то делал обзор... Вот на этот... Не делал... Ну... Вот он... С правой стороны... Рисунок Хинкали... Сюда... И парковник... Максим... Пойдем... Пошли... Адрес этого места... Мельково... 92, если что... С той стороны... У нас... Перекресток... Ну... Здесь мы заходим вовнутрь... Ну... По атмосфере... Заведение клевое... Я уже здесь не первый раз... Максим... Вообще-то... Покажи, что собирает... Такое есть... Дается... Да... Что было... Двенадцать раз здесь посещают... Потом... Двенадцать Хинкалей... Бесплатно... Помещение... Вот так... Ну и... Вот с ценником... Ребятки... Можно посмотреть... Вот они... Хинкальки... С мясом... Мы взяли... С грибами... С бараниной... И вот есть сейчас... Такой Хинкаль... Период... Куриного... Называется... Вкус сентября... Полицей Солгуни... По три штучки... Я боюсь, что они сейчас... Больше всего понравятся... И... Будем жалять, что их больше не взяли... Тут... По остальным меню... Если что... Ставьте... На паузу... Будет интересно от вас... Слушать... Может быть... В выходной недели... Старик Хинкалыч... Если да... То какие... Хинкали вам нравятся... Ну и так правильно... Есть Хинкали... Здесь тоже... Написано... Собственно... Друзья... А... Еще чаевчик... Я взял... За 175 рублей... 900 миллилитров... Ценник... Здесь... Отличный... Прийти с девушкой... Посидеть... С хорошим обслуживанием... Хачпули Паджаски... За 195 рублей... Хачпули Паджаски... Мини... Вот он... 195 рублей... 170 грамм... Большое... Довольно-таки... Вкусное... Должно быть... Все... Мы ждем заказ... И я вам покажу... Что мы принесли... Максим довольный... Счастливый... Вот такой прикольный чайничек... С чаем... Принесли... И... Покажи, что мы пьем... Сопираем... С виноградным вкусом... Давай... За рыбалку... За рыбалку... Объем чайничка... Можете посмотреть... Все... Такой вот... Шай заваривает... Прикольно... Приятного вам аппетита... Здесь 6 грибами... 6 курица... И сыр... Это вот эти вот... Сыр... Здесь... Максим уже взял... С мясом... Со свининой... И мои... С бараниной... Вот они стоят... Ну как... Сок сначала выпиваешь... Давай-давай-давай-давай... Пошла-пошла гора... Отлично... Ну... Приятного вам аппетита... А вам хорошего настроения... Кто с той стороны нас смотрел... Все-таки решил одну... Продегустирует... Которая с курицей... И сыром... С типа супер тонким тестом... Надо было... Можно все брать... Короче... Весь сентябрь... Такие были... Где-то с грибами... С грибами... Мне кажется... Один из топовых... Просто... Вкусов... И баранинка... Молодцы... Ребята... Мы только приходим... Говорим... Готовят... Готовят очень быстро... На минут 10-15... Я думаю... Все готовы... Заведение... От души советую... Едим за свой счет... Поэтому... У нас даже никто не угощает... Что по сумме... Большое... Ребятки... Нам подошли... Сказали... Мои подписчиками... Мои подписчиками... И сделали скидку... Аж 15%... Получается... У нас какие-то... Подарок... Еще здесь у нас были... В общем... Получилось... На двоих... Объездся... Попить чайочек... На... 1075 рублей... Ну... Получилось бы... Допустим... 1300... Без скидки... В общем... Очень вкусно... Классно... Хорошее обслуживание... И заведение... Очень постоянно... Чтобы сюда приходить... Ну... Мы без приглашения... Мы сюда пришли... Потому что... Сами хотели... Потому что... Хинкали... Ты находишься именно на Ланате... Во-вторых... После такого обеда... В душе прям... И звучит эта мелодия грузинская... Которая играла здесь... Все время... Очень приятно... Очень вкусно... Очень классно... Ребятки... Выходим... У нас тучки собираются... Ночью... Возможно дождь... До вечера его не должно быть... У меня еще...